Всем большой привет! Меня зовут Маша. Рада видеть вас на своем канале и сегодня будут у меня итоги за июнь. Хочу показать вам кое-какие готовые свои работы и также продвижение по некоторым процессам. Так что надеюсь вам будет это видео интересно. Оставайтесь со мной и поехали! Начну я с финишей этого месяца. Их у меня оказалось аж целых два. На самом деле могло бы быть и три, но просто времени столько нету вышивать, поэтому всего лишь два финиша. Первый из них это вот такой прекрасный сюжет от компании Овен. Маковое поле или как набор называется Кастелья Ла-Манча. Это третий и финишный сюжет, который я вышивала в рамках такой пейзажной серии Овна. И я безумно довольна результатом. Очень яркая, красивая работа получилась. И теперь я с радостью и уже с нетерпением буду ждать того момента, когда я смогу приехать в Минск и оформить все три работы в одном стиле и подарить. Это будет у меня такой подарок для родителей моего мужа, потому что им безумно понравились вот эти разработки. Так что решила сделать им такой подарок. Очень классная получилась работа. Я вышивала ее не на родной основе, которая лежала в наборе, а взяла конву от удовольствия. Поэтому, я думаю, сейчас ставлю вам фотографию, либо маленький кусочек видео, где я покажу вам все три работы рядышком, как они смотрятся вместе. Так что я теперь обладатель такой прекрасной коллекции. Можно даже сказать, серию вышила. И этому, конечно же, безумно рада. И следующий мой финиш, это вот такой сюжет от Милхилл, который я вышивала в рамках такого небольшого моего проекта, который я сама себе придумала. Это 12 летних стартов. Если вам интересно, то я обязательно оставлю все ссылки внизу в описании на каждое видео, которое снимала, а также на плейлист, чтобы вы посмотрели. Там собраны также все видео для вашего удобства. Я собираю вот так вот все в одном месте, чтобы потом можно было проще это найти. И вот эта первая работа, с которой я стартовала. И также, видите, я уже ее завершила. Мне так понравился процесс. А также мне так нравится сам результат. Вы только посмотрите, сколько здесь бисера пришивается. Все переливается красиво. И здесь и петит, и большой бисер. Много различных оттенков используется. Работа достаточно простая. И что мне очень понравилось, так это то, что здесь минимальное количество бэкстичей использовалось в ней. Бэкстич есть только вот здесь вот на вот этой фее и вот на этой. Больше бэкстича не использовалась. И это, конечно, меня безумно радует. Я не люблю, честно говоря, бэкстич. Особенно, когда его очень много. Понимаю, что в некоторых работах он необходим, чтобы создать какой-то эффект реалистичности. Либо максимально как-то выделить какие-то контуры. Я прекрасно это понимаю. И вышиваю его, если это необходимо. Но если не надо, то я тоже очень этому рада. Здесь также вот используется, как я и сказала, большой бисер. И вот здесь вот петит. Он практически не виден. Он создает такое красивое обрамление. Так что, мне кажется, он здесь просто вообще идеально вписан. И разработка просто великолепная. Я не налюбуюсь на эту работу. Пока что натянула ее просто на какую-то картонку, которую я себя обнаружила. Вот так вот сзади стянула все нитками. Но в будущем я бы хотела приобрести какую-нибудь рамку красивую и все оформить, чтобы потом повесить куда-нибудь. По-моему, смотрится очень здорово. Мне очень понравился вот этот вот бисер фиолетовый. Он очень красиво переливается, особенно на свету. Мне кажется, сейчас тоже неплохо этот блеск виден. Прям очень здорово смотрится. И видите, какая красивая здесь, как бабочка. Скорее всего, наверное, даже эта стрекоза пришивается. Очень тоже здорово здесь смотрится. И по цветовой гамме подходит, и по общему стилю. И вот этот грибочек тоже. Видите, сколько здесь классного бисера пришито. Кстати, здесь было парочку ошибок. Вот вместо вот этих вот бисеринок почему-то был нарисован крестик. Вообще, на самом деле, здесь очень много крестика. И вот эта вот работа для меня показалась одной из самых тяжелых. Пока что я вышивала у Милхилл. Здесь очень тщательная проработка. Вот только посмотрите, какое здесь небо. Здесь очень много оттенков синего цвета и белого. И поэтому приходилось, конечно, много сидеть здесь вышивать вот именно крестиков. Потом я уже, когда какой-то логический участок вышивала, сразу заполняла его бисером. Потому что бисера здесь тоже достаточно много. В общем, очень работа интересная. Поэтому, если вам этот сюжет нравится, то вышивайте. Потому что, я уверена, получится море удовольствия. И вас порадует, конечно же, результат. Потому что, как сами видите, очень красивая работа. Прям безумно как нравится мне. Так что я безумно рада, что я вышила эту работу. И это очередной мой финиш в этом месяце. Дальше у меня случился почти финиш. И это сюжет от Вероника Жанжея. Или Вероника Жанер. Как, не знаю, правильнее даже сказать. Который я вышивала по книге. И очень красивые помидорки получаются. Как я и сказала, это мог бы быть очередной финиш. Потому что, как видите, практически вся работа вышита. Но здесь осталось совсем немного закончить мне. Сейчас вам поближе покажу. То есть, я в последнем видео, когда показывала, сколько у меня было вышито, у меня было вышито вот здесь вот эта часть. Вот эти три элемента. А также, вот видите, у меня появились вот эти две помидорки здесь. Вот эта веточка с помидорками у меня появилась. Здесь также надпись, но она еще не до конца готова. Здесь еще нужен бэкстич. И также здесь, как артикль, ставится вот этот ла, либо как правильно его проговорить. Так что здесь еще не полное слово, но самые основные буквы у меня уже готовы. И не закончена вот эта вот веточка. Здесь достаточно много еще нужно листиков мне вышить. Поэтому потребуется, наверное, где-то день или два, чтобы закончить весь сюжет. Но, как видите, практически он уже готов. Поэтому мне осталось совсем немного. Думаю, в июле я вам покажу уже точно готовую работу. Вышивать сплошное удовольствие. Я полюбила безумные сюжеты от именно французских дизайнеров. Эти разработки меня покорили. Потому что, когда смотришь в ключ, здесь такие нелогичные какие-то оттенки. Я помню, говорила в видео, что вот этот вот темный красный и вот рядышком стоящий красный тоже оттенок, совершенно из двух разных планет. И я вообще не понимала, как они будут вместе сочетаться. Но, как видите, если особенно смотреть издалека, все настолько гармонично, что по-другому просто и быть не может. Я не представляю, как это вообще возможно было так придумать. Это просто гениально и невероятно красиво. Поэтому я хотела бы поскорее уже закончить эту работу. Возможно, приступить еще к другим в этом году. Я думаю, у меня получится. Я бы хотела вышить, где морковка и порей изображены. Очень мне нравится тоже эта разработка. Так что я подумаю, возможно, следующее будет как раз-таки именно это. Но вот то, что получается на данный момент, я прям в безумном восторге и не налюбуюсь. Я просто получаю невероятное удовольствие от каждого крестика и просто не хочется отрываться от работы. Так что, думаю, в июле я уже вам покажу полностью готовую работу. Но там, конечно же, посмотрим, как у меня это дело получится. Следующий набор, над которым я работала в июне, это вот эта вот сова от Ланарте. И на данный момент у меня вышито столько. Я сильно не продвинулась с того момента, когда сняла последний кадр в видео. Но все равно продвижение за неделю, мне кажется, очень хорошее. Надо просто сесть и повышевать. Я думаю, в течение месяца я так или иначе буду возвращаться к этой разработке, чтобы сделать хотя бы пару крестиков. Я очень довольна этой разработкой, этими цветами, самим сюжетом, то, что получается. В общем, здесь все идеально. И мне хочется увидеть этот сюжет готовым хотя бы к концу лета. Хотя я не знаю, успею ли я или нет. Но, по крайней мере, я бы хотела продвинуться, чтобы у меня уже практически было все готово. И, возможно, тогда осенью закончить. Но тут уже говорю еще раз, посмотрим по времени. Не знаю, как у меня это выйдет. Но, в любом случае, продвижение классное. Я все еще любуюсь на вот этот вот глаз шикарный. Кстати, вот этот вот бирюзовый цвет, который используется в этой работе, используется только здесь. В этом месте больше нигде бирюзового не будет, только в этом глазе. Но, на самом деле, как будто бы самая настоящая сова реалистичная. Особенно, когда издалека на нее так смотришь, вообще не видно, что это крестики. Ну, я не знаю, конечно, как вам, но мне, например, не видно. И поэтому я уверена, что, когда повешу ее на стенку оформленной, это будет просто шедевр. Поэтому, надеюсь, я ее скоро закончу, и она будет у меня потом оформлена. Буду стараться, чтобы все так у меня и получилось. Дальше покажу вам вот такой сюжет от Кора Батикора. Сейчас вам покажу по обложке, что же должно получиться. Я надеюсь, не сильно отсвечивает. Вот такой вот сюжет должен у меня в конечном итоге выйти. Если видите, очень много деталей. Вот эта вот надпись «Caching my little big kingdom», что в переводе означает «Кухня, мое маленькое большое королевство», я пишу на немецком языке. Об этом я рассказывала как раз-таки в видео, где начинала эту работу вышивать. И, да, я уже начала также вышивать буквы. Вот у меня здесь вместо «Kingdom» написано «Königreich». Что значит «Королевство» по-немецки. И вышиты вот такие вот элементы. На самом деле я больше не садилась за эту работу после того, как повышевала ее ту неделю. Но продвижение есть, и я думаю, тоже буду к ней периодически возвращаться. Не думаю, что, конечно, очень часто, потому что пока что сильного желания у меня вышивать этот сюжет нету почему-то. Но я думаю, все равно я когда-нибудь к нему вернусь, обязательно вышью. Тем более он уже начат. Не хотелось бы его сильно оставлять где-нибудь в закромах надолго. Поэтому продвижения будут, но, наверное, очень медленно. Вышивается очень просто. Встречаются иногда кое-какие ошибки по схеме, но они на самом деле минимальные, сильно ни на что не влияют. Просто там где-то крестик лишний нарисован, либо, наоборот, не нарисовано. Но очень просто все делается. И мне очень нравится вот эта вот основа. Она, мне кажется, просто идеальна для такого вот именно кухонного сюжета. И у меня уже забронировано для этого и работы место именно на кухне. Там, где я в основном готовлю. Поэтому я бы очень хотела потом вышить эту работу. Не знаю, может быть, даже в этом году я не успею. Хотя тут тоже посмотрим по вдохновению. Но в любом случае я ее буду потом обязательно тоже оформлять и вешать у себя над рабочей кухонной зоной. В общем, такие вот дела. Продвижения небольшие, но они тоже есть. И я этому безумно рада. Последняя работа, над которой я трудилась немного в июне, это вот эти вот синички от Мережка. Я не сильно много вышивала данный набор, но тоже хочется его поскорее закончить. Мне очень нравятся свои яркости. Тем более, вот именно летом, мне кажется, он вышиваться должен просто на ура. И, в принципе, так оно и получается. Но пока что я была занята другими работами, поэтому не сильно смогла здесь много вышить. Вот у меня готова уже такая синичка. И здесь вот такие вот ягодки уже, в принципе, сформировались. Очень классно смотрится. И мне нравится вот это вот так сочетание. То, что вроде бы синий по-синему вышивается, но все равно очень ярко. А потом в будущем здесь добавится яркий бэкстич, по-моему, желтого цвета. И эти листики просто светиться начнут. Очень красиво смотрится, когда это все потом вышито. И я видела еще оформленную работу. Просто восхитительно. Поэтому я бы хотела немного повышивать еще вот этот вот сюжет. Наверное, в июле хотя бы вышить. Вот здесь вот вторая птичка уже должна появиться. Вот, наверное, вот это вот место я как раз-таки вышью. Я, в принципе, скорее всего, пойду вот сюда сначала влево, а потом уже буду правый край работы вышивать, правую половину. Это чисто удобство в плане вышивки, потому что я вышиваю на пяльцах чаще всего. И вот таким образом мне намного просто удобнее держать работу в руках. Поэтому именно в таком направлении я чаще всего и вышиваю. Ну вот, так что такие продвижения. Я еще раз говорю, надеюсь, повышиваю в июле. Но тут тоже много всяких работ у меня хочется начать. И тем более продолжается вот мой такой проект 12-летних стартов. Поэтому посмотрим, сколько у меня получится. Но надеюсь, что не будет и выйдет. Так что вот такие вот у меня продвижения по данному процессу и по всем остальным работам. Надеюсь, вам это видео понравилось. И буду очень стараться в июле тоже что-нибудь завершить интересное. И продвинуться максимально по другим процессам, чтобы они тоже становились уже более-менее готовыми. Очень буду рада вашим комментариям. Пишите также, что вы вышивали в июне. Сколько у вас получилось готовых работ. Либо, может быть, вы какие-то сделали хорошие продвижения по процессам. Буду также рада вашим лайкам. Ну и до самой скорой встречи. Скоро с вами увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...